Привет, друзья, Алексей, вы на связи. Следующий репортаж. Хочу вас познакомить. Сейчас все обсуждают на Филиппинах вот эту ситуацию, которая здесь. Инцидент, так сказать. Так, вот. Столкновение между жить иностранцем и полицейским на Филиппинах. Жителю эксклюзивного района в Макати-Сити будет приявлено несколько обвинений за участие в ссоре с полицейским. Воскресенье. Который, короче, я вам объясню сейчас. То есть полицейские делали патрулирование в этой деревне эксклюзивной и заметили, что на территории вот этого испанца ихняя домохозяйка, эта служанка, поливает цветы без маски. И полицейский то ли он пытался ее оштрафовать, то ли просто сделал ей замечание. И вышел хозяин, вот этот пара, испанец, и начал просто обзывать полицейского. И в конце концов дело дошло, что полицейский пытался его арестовать и уже на территории самого вот этого дома, на территории дома, на проезде к дому самого вот этого иностранца. И поэтому здесь очень такое разногласие. Люди с одни говорят, конечно же, посмотрите на видео, этот иностранец, он очень агрессивно ведет, в общем, обзывает, ругается на полицейских. Обратите внимание, что полицейские очень спокойно себя ведут, но потом не выдерживают и пытаются его арестовать. Вот, и делают, и жена иностранца говорит о том, что вы не имеете права здесь его арестовывать, потому что у вас нету воррента. Правильно? Но воррент, нужен воррент, ордер на арест нужен для того, чтобы арестовать человека на его частной территории. Нужен на частной территории, на любой частной территории, нужен ордер на арест. У них не было. С другой стороны, некоторые юристы говорят, что арест начался еще, когда вот этот испанец, видите, он делает на самом деле несколько ошибок, он выходит за пределы своей территории. И поэтому арест, они говорят, что арест начался еще за пределами. А когда потом иностранец вошел на свою территорию, и там было просто преследование, то есть по закону такое может быть. То есть если арест за пределами, а потом человек убегает на частную территорию, за ним можно бежать на частную территорию, чтобы преследовать, чтобы произвести арест. Поэтому здесь такие, с другой стороны, люди говорят, допустим, вот эта служанка, она аж поливала на частной территории. Но на самом деле такой акт, закон, который вот сейчас на Филиппинах, он говорит о том, что даже за пределами своих домов надо носить маску. Поэтому вот такое противоречивое, сейчас вот все обсуждают, но, конечно же, люди обращают внимание на то, что очень вызывающее поведение вот этого иностранца. Я специально обратил ваше внимание на вот это и хочу показать вам видео, потому что очень вызывающее. Вот так некоторые иностранцы себя ведут и на самом деле, ну, портят целый образ иностранцев. То есть они как-то пытаются там что-то, что называется, качать права такие, что это. Просто нужно говорить более спокойно, нормально. Вот полицейскими, то, что я вот пересекался с полицейскими, я очень вежливо с ними общался и всегда находил очень дружественные отношения. Даже один раз вот мы вышли на берег моря у нас, подошли полицейские, было воскресенье, но они очень вежливо, мы действительно забыли маски с собой взять, да. Просто, ну, мы сказали, да, все в порядке, ну, вы так идите домой уже там. Ну, мы, в общем-то, и пошли, все было очень хорошо. Здесь очень... Фактически этот испанец говорит им, давайте валите отсюда и, в общем-то, ругается. Давайте почитаем, что здесь. В понедельник, прихсектор, секретарь полиции Макати, майор Гадеон Энесс заявил, что будет заниматься делами против Хавьера Сальвадора Пары. Это вот этот иностранец из деревни Дасмариньяс и его домработицы Черри Линескаланты. Среди обвинений предъявленных парей были непослушание лицу, находящемуся во власти, прямое нападение и покушение, и нарушение республиканского закона номер 11.332 или закона об обязательной отчетности по заболеваниям в области здравоохранения. Обвинения. Кроме того, ему и Эскаланты также будет предъявлено обвинение в нарушении городского постановления 2020.089 в обязательном ношении лицевых масок вне дома. Обратите внимание, не вне частной территории, а вне дома, даже если вы находитесь на частной территории. Так, вы должны носить маску по этому закону. Пара, который из Испании, однако, сказал, что он также будет подавать встречные обвинения против старшего полицейского сержанта Ролана фон Мадрона из полиции Макати за нападение на него, повлекшее ранение. Но тот пытался его действительно достаточно, в общем-то, полицейский очень спокойно ведет себя, но потом, когда он пытается его арестовать, ну, несколько непрофессионально, как-то, как-то я вот не очень здесь понимаю, может быть, у вас какое-нибудь другое мнение, но как-то, почему бы его не вытащить пистолет и, в общем-то, и приказать ему лечь, там, на, как-то, не знаю, вот фильмах про полицейских в Америке, там, ложись и все. Вот, он как-то с ним, и потом уходит, и уходит, ну, может быть, действительно, там он растерялся, ну, когда на тебя начинают так наезжать, вот, как этот пара делает, ну, может быть, действительно, как-то он там был растерян. Давайте посчитаем дальше. Тем временем, филиппинская национальная полиция, мэр Макати Эбибинай и совет деревни Демариньяс, вот этого деревни, распорядились провести отдельное расследование ссоры между парой и Мадроном. Генерал-майор полиции Арчи Гамбо поручил начальнику полиции национального столичного региона, генералу-майору полиции Доболду Саньясу разобраться в прейдшедж. Бинай сказал, что соответствующие обвинения должны быть придавлены лицам. То есть, в общем-то, сейчас идет расследование, и бюро расследований подключилось к этому. И, в общем-то, они хотят разобраться. И не факт, что все обвинение будет только против этого испанца, потому что, возможно, там что-то нарушил и полицейский, потому что он все-таки вошел туда, на территорию. Непонятно, где начался арест. Если он вошел, а потом начал арестовывать, то, на моем понимании, это неправильно. Если он же начал арестовывать его еще за пределами, и потом испанец убежал к себе на территорию, он имеет право его преследовать. С другой стороны, здесь есть еще мнение, я читал о том, что даже проезды в этой деревне являются частной территорией. Поэтому даже когда испанец выходит за пределы своего дома, он все еще находится на частной территории. Поэтому здесь такая немножко проблематичная, неоднозначная ситуация. Давайте посмотрим тот же самый инцидент, сообщает агентство CNN. И здесь больше точка зрения полиции. Полиция города Макати готовит множество жалоб на иностранца из деревни Досмаринос за нарушение карантинных правил, сопротивление аресту и нападение на офицера. Начальник полиции города Макати, полицейский Роджей Лео Саймон, в понедельник рассказал CNN, как произошел инцидент, основываясь на отчете офицера. Он сказал, что старший сержант полиции Роланд фон Мадрона патрулировал охраняемую деревню в воскресенье днем с несколькими охранниками, когда они случайно наткнулись на то, что поливались растения по улице, в кавычках, то есть без маски. То есть непонятно, где она поливала, вот эта домохозяйка, домработница, где она поливала, то ли на улице, то ли внутри дома. Но, опять же, давайте, просто пока почитаем. Ношение маски в настоящее время является обязательным в общественных местах, чтобы сдержать распространение ковида. Когда полиция попросила удовлетворения личности, чтобы они могли выдать ей тикет, то есть штраф, Саймон сказал, что вот этот домработница позвала своего хозяина, которого они опознали как Хавьера пару и его жену. На видео видно, как пара кричит и приказывает сотруднику покинуть территорию его дома, пока его жена пытается его успокоить, но безрезультатно. В том же видео также показан офицер, который говорит паре, что он просто применяет карантинные протоколы и не хочет с ним спорить. Видите, как офицер очень спокойно себя вел, но этот пара его, в общем-то, ну, такой еще не достал. Саймон сказал также, что иностранец начал ругаться на полицейские, побуждая Мадрону арестовать его. Ну, ругается он очень сильно, видно, очень такое неприятное впечатление. Вот это иностранцы, вот такое вот поведение, вот, не используйте его, это действительно портит образ иностранца здесь. Нужно говорить вот как спокойно с филиппинцами. Видите, он вынудил Мадрону его арестовать, хотя вот этот полицейский, он, в общем-то, просто говорил, слушайте, я просто выполняю свою работу, вот, вроде бы, насколько я понимаю, что вот, не хочу с вами спорить, просто вот, я прошу выписать штраф. Так, ну, может быть, здесь такая ситуация, потому что вот эта домработница, она прибежала к своему хозяину, и, в общем-то, непонятно, кто здесь должен платить штраф. Потому что она могла еще тоже подлить здесь масло, потому что она могла только сказать, что хозяину, иди, и ты плати штраф. Хотя, по сути, делает ее нарушение. Здесь она должна, да, она работала на него, в его доме, но она нарушила. Поэтому она должна платить штраф, и полицейский ей выписывает, в общем-то, пытается выписать тикет, да, на штраф. Она могла прибежать и, в общем-то, спровоцировать несколько ситуаций, потому что, чтобы не хотеть самой платить штраф. И, например, сказать хозяину, опять же, это гипотеза, то, что она могла прибежать, сказать, вы должны платить штраф, там полицейский хочет, чтобы вы заплатили штраф, понимаете? И спровоцировать вот этого иностранца на агрессию, потому что, почему он может тоже, ну, можно его тоже здесь понять, почему он должен платить штраф. Вот, хотя, то есть, такое тоже не исключено, поэтому здесь нужно эту домработницу также проверить. По сути дела, это она нарушила, но, видите, вот этот испанец, он разгорячился, ну, испанцы, они такие есть. Я вот немножко сталкивался с этим, они очень легко горячатся и начинают вот это все, вот это чисто испанское такое поведение, неприятное, прямо скажем. Он подтвердил, что у двоих была, видите, они начали драться, потому что пара отказался подчиняться властям. Здесь вопрос, где его начали арестовывать. Если полицейский начал за пределами дома, то он имеет и право потом преследовать его изнутри дома. Но если он уже вошел, полицейский вошел, а потом начал его арестовывать уже внутри, это неправильно, потому что нужен ордер. Здесь также вопрос, если его арестовывают, то ему должны зачитать права, то есть, ну, хотя сначала могут какую-то силу, а потом только права применить. Засчитать права. Поэтому здесь, конечно, нужно, нужно разбирательство. Это начало, видите, полицейский, по сообщениям полицейских, это началось на улице, где произошло нарушение. Полиция хотела арестовать его, но он вернулся к своей, к своему, именно к подъезду дома своего. Один полицейский не мог его удержать, и поэтому на вот такой подъездной дороге у них была драка. Ну и другие исполнительные полицейские тоже, они говорят, не надо использовать силу для карантинных мер. Так, и к обвинениям могут быть предъявлены непослушания, несправедливое раздражение, сопротивление при аресте, нападение на человека, обладающего властью, и нарушение закона про вот это карантин. Барангай-капитан Дисмаринес, короче, вот этот руководитель этой деревни, Россиана Хван, сказала, что вот этот дом нарушили городской карантинные правила. У Макати, прямая речь, у Макати есть правило, требующее, чтобы в общественных местах были маски для лица. Эта жительница была на улице и тротуаре, который принадлежит общей зоне вот этой деревни, поэтому общественное место, видите, они говорят, что да, общая, она была за пределами дома, и поэтому должна была носить маску. То есть, в общем-то, ну, надо в детали разобраться, вот, но, в общем-то, такое интересное, что здесь вот люди обсуждают, и там большое обсуждение на ютюбе, одни говорят так. Ну, в общем, большинство, конечно, осуждает этого испанца, потому что, ну, ведет себя вызывающе, просто вызывающе себя ведет, не как нужно, в общем-то, спокойно и вежливо. Саймон поддержал, вот этот руководитель полиции поддержал действия полицейского, отвергая обвинение, которое полицейский, отвергая обвинение, который в том, что полицейский вымогал с 1000 песо, то есть, там его обвинили, что он вымогал у этой домработницы 1000 песо, но, видите, здесь неизвестно. Не думаю, что он вымогал, потому что он не один патрулировал, а с охранниками, поэтому думаю, что... Так, не очевидно, думаю, что он просто хотел выписать ей штраф. В отчете полиции указывается, что местная полиция была направлена деревнею Досмаринос по просьбе председателя Барангая, чтобы убедиться, что указание расширенного карантира выполняется, выполняется. Это было во время патрулирования, когда власти случайно наткнулись на помощницу, домработницу пари, которая не надевала маску, когда она поливала растения перед домом. Город Макаки принял постановление, согласно которому люди должны носить маски для лица или импровизированные покрытия в общественных местах. За первое нарушение штраф составляет 1000 PS.